Прямо передо мной западное лицо и ущелье, по дну которого можно пройти непосредственно к западному лицу Кайлаша. Фух, холодно. Речка текущая по ущелью замерзла 2 мая 2011 года. Но я вот добрался до входа в ущелье и, честно скажу, из-за отсутствия ледоруба и нормальных кошек, я решил летироваться. Но не тот возраст уже ухожел заниматься. Опять же, опыт давит. А так, конечно, вот прямо отсюда, вот здесь тропа. Тропа пересекает речку. И потихоньку-потихоньку порву свои замерзшие речки. Можно совершенно спокойно, с нормальными кошечками, с ледорубом в руках, здесь уже в кончике. Не соврать, галку, на 25-30. Залезть в ущелье и подойти, насколько разрешит сам Кайлос к его западному лицу. Здесь же я нашел тропинку, набитую достаточно. То есть, народ ходит. Вот. Однако, эту тропинку пересекает снежный язык. И достаточно такой вертикальный. И что-то вот мне совсем без ледоруба не захотелось идти. Хотя дальше вот вроде вот можно, можно вот здесь. И вот туда, вот и туда. И вот она вот дальше выходит. И, собственно, здесь такой, я так понимаю, водопадик, когда здесь тепло. А дальше уже, собственно, густую и полаживается. Можно пройти, можно. Но нужен ледоруб и нормальные кошки. Рисковать совсем что-то мне не хочется. Вот этот язык дурацкий. Потоптался я возле него, потоптался. Да и решил не искушать судьбу и благосклонность горы. О, немножко растащила. Ну-ка. Ну да, западное лицо. Ой, здорово. Интересно так, в монастыре Чуку Гампа обнаружил шикарнейший альбом товарища Балалаева. Прошлогоднего издания, 2010 года. Вот. Его рекламировали и продавали в турцентре Кайлыш. И хороший такой альбом оказался. Прямо посмотрел. Он не дешевый, но, скорее всего, я его куплю. Там такие места обозначены. В общем, хочется сказать товарищу Балалаеву огромное профессиональное спасибо. Ой, надо идти пить чай. Что-то холодный снег начинает идти. Вчера хвалил-хвалил погоду, а сегодня на тебе. Получай. А группа еще сзади. Им еще бедным чай по часа два. Не меньше. Ух. Это гидро. Пока. Пока. Пока.